Из зала суда Александра Каргополова выходит выжатый как лимон. Ее иск к авиакомпании «Русейр», оператору «Руслайн» и Петрозаводскому аэропорту болтался по судам без малого 8 месяцев. Наконец суд вынес решение. Авиаперевозчик должен выплатить девушке компенсацию в полмиллиона рублей. Эмоций сейчас, если честно, нет никаких. Я совершенно опостошена после стольких беганий впустую. По-другому я назвать не могу. По судам, то есть это сплошные технические заседания, сплошные переносы, какие-то организационные вопросы, которые ложились на нас, то есть по поиску ответчиков, то, конечно же, нет еще каких-либо сейчас чувств. Александра Каргополова – одна из пяти выживших в авиакатастрофе под Петрозаводском 20 июня прошлого года. Напомню, летевший из Москвы Ту-134 при посадке не дотянул до взлетно-посадочной полосы около километра, зацепил крылом сосну и развалился в воздухе. Тогда погибли 47 пассажиров и членов экипажа. Девушку спасло то, что она не успела застегнуть ремень безопасности, выпала из лайнера и упала с 15-метровой высоты на вспаханный огород. В интернете рекламировалось, что перелет будет выполняться на французском бомбардье, но уже после регистрации пассажирам объявили «полетите на Ту-134». Согласно отчету МАК, перевозчик «Русейр» поменял борт с грубыми нарушениями, выписав на рейс экипаж, который не был знаком с особенностями аэропорта Петрозаводска. По иску Каргополовой в качестве ответчика в деле фигурировал и Петрозаводский аэропорт. Тот же МАК обнаружил в его деятельности десятки недочетов. Судья выносит вердикт. «Атлас Джет» обязан выплатить пассажирке компенсацию в 500 тысяч рублей, «Руслайн» в 50 тысяч рублей в виде компенсации, а также возместить стоимость билета. Основное требование, которое нами заявлялось, это, прежде всего, моральный вред. Именно в связи с той авиакатастрофой, которая была. По закону моральный вред, который взыскивается, он определяется судьей единолично и субъективно, исходя из каждого конкретного случая. Никто из ответчиков с нами не попытался связаться, каким-то образом не выразить сочувствия, не что-то компенсировать. Более того, считаю, что позиция ответчиков, и в основном даже «Атлас Джета», она до предела цинична. То есть они посчитали, что то страховое возмещение, которое выплатила страховая компания, оно вообще включает в себя все. В том числе и моральный вред, и достаточно. Выплатили ей 500 тысяч, вот и достаточно, и хватит. Суд, слава богу, с этим не согласился. И совершенно правомерно. По закону обе компании имеют право оспорить решение суда в вышестоящей инстанции в течение ближайшего месяца. Комсомолка будет следить за развитием событий.